Всем привет, ребята! Многие из вас знают, что я недавно прочитала книгу Оззи Осборна, и я скоро сниму про него большой такой видос, где расскажу как раз-таки мнение о книге. Но суть в том, что до этого, до книги, я практически не слушала Black Sabbath, естественно, я знала о существовании этой группы. Если ты слушаешь тяжелую музыку, интересуешься ей, то как бы очень тяжело не слышать о Black Sabbath и ничего о них не знать. Но я никогда подробно не изучала их творчество, не смотрела клипы, не видела никакие лайвы. Единственное, что я знала в этой группе, что их вокалист изначально Оззи Осборн, и что он немножко странненький. Это, наверное, максимально лайтово, как я могу называть его личность. Но мне очень хочется вместе с вами посмотреть их лайвы. Посмотреть один их старый лайв и новый. И просто сравнить, наверное, немножко познакомиться с ними поближе. Может быть, кто-то не знает Black Sabbath, может быть, кто-то слышал, но так же, как и я, особо значения не придавал и не смотрел лайвы, работы и так далее. Так что давайте вместе с вами развиваться, наслаждаться и смотреть. Первое, что мы с вами посмотрим, это видео на песню Iron Man. Это на самом деле не лайв, но это и не клип. Ребята здесь просто демонстрируют то, как они играют, и давайте вместе с вами заценим, а потом посмотрим прям лайв, конкретный, уже более поздний. Я обожаю старые видео, у них прям какое-то свое настроение. Я ни разу не видела, как Ози выступает вживую. Может быть, краем глаза там где-то когда-то. Но в молодости точно не видела. Я обожаю его тембр, его голос. Он такой уникальный. Еще молодой здесь совсем. Молодой и упоротый. Причёсочки огонь. Вот смотришь на них и не скажешь, что они там все раньше увлекались космосом. Назовём это так. Не знаю, как завуалировать. Музыка. 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 Просто осознание того, какой вклад они сделали вообще в тяжелую музыку, в принципе. И как они уникально на то время звучали. Это... То есть это божественно даже сейчас. Я слушаю и у меня прям... Ози тут еще такой молодой. Он особо не проявляет свою харизму. Он немножко такой закрытый, сдержанный. Просто поет, просто старается. Музыка. 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 Вот так приятно слышать то, что здесь нет ничего лишнего. Только инструменты живые. Только вот это. Никаких синтов. Никаких эффектов каких-то, знаете, искусственных, скажем так. То есть все такое живое. Я не могу сказать, что мне не нравятся там синты и современное звучание. Да, у группы то, как они экспериментируют, ни в коем случае. Я имею ввиду, что вот у этого тоже свой определенный вайб, который греет душу. Музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы с удовольствием сходила на их концерты, но уже не судьба. Ой, здесь просто... Так, давайте, наверное, без лишних слов, я уже потом в конце скажу своему мнению. В принципе, мы посмотрим лайв. Скорее всего, это лайв из их совсем последнего тура, конечного, так сказать, который называется The End. Песня называется Nip, и давайте, погнали. Это песня из первого альбома, насколько я помню. Такая временная петля произошла, и мы видим сначала молодых, сейчас уже в возрасте исполнителей, которые до сих пор ракешные. Блин, мне кажется, ой, здесь даже вот идет возраст, знаете. Ну, если судить по этому лайву, то особо ничего не изменилось. То есть это так же стоит и... Только сейчас оно уже выглядит намного увереннее и осознаннее. Голос подсел, подхрип, но так же прекрасен. Блин, это так мило смотреть, как просто... Прекрасный кадр, когда просто поколение росло на этой музыке, и группа уже там в возрасте, и люди, которые ее слушали сначала, уже тоже такие... Но все еще вот этот вот дух есть. Это потрясающе наблюдать. Я надеюсь, что я тоже, когда буду уже, скажем так, старушкой, буду ходить на эти концерты, и вот там вот так вот просто круче молодых отрываться. Вот мне кажется, такая музыка будет всегда актуальней, всегда ее будут слушать. Она просто бессмертна. История с Огни, конечно, тоже. Наверное, на их концертах в основном присутствуют взрослые люди. Молодежи, наверное, не так много. Но я бы сходила с удовольствием, конечно. Но я просрала свой шанс. Хотя у меня даже шанса не было, господи. Блин, я обожаю Ози. Мне нравится и то, что он делал Black Sabbath, и потом его отдельное сольное творчество, тоже бомбичное. Но Black Sabbath это, конечно, уникальная история в любом случае. Ой, ребята! Я аж наушники выдернулась. God bless you all! Браво! 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 То, как они выступают. И, знаете, было интересно именно сравнить то, как было раньше и то, как сейчас. То есть раньше ребята были такие достаточно еще скромные, очень зажатые, наверное, но при этом они знали свое дело, очень талантливые. Прямо из них даже в таком вот немножко зажатом виде исходила эта энергия. Взгляд Ози в молодости, это просто, конечно, я примерно где-то в космосе. Понятно, почему мы все осознаем. Новый лайф меня тоже очень впечатлил и порадовал. И, на самом деле, приятно видеть, как их фанаты с ними просто до последнего, до вот последнего тура такие все взрослые люди там зажигают, отрываются. Но молодежь тоже не отстает и уважают, так сказать, старичков, приходят на их концерты, слушают и узнают их творчество. Я, если честно, как-то не особо была раньше приверженцем старого металла, да, какой-то старой музыки тяжелой. Мне больше нравилось что-то новенькое, свежее группы, то есть то, что сейчас уже происходит, то, как музыка старая модернизировалась в то, что происходит на данный момент. Но в последнее время, возможно, это возраст, возможно, это просто во мне открывается заинтересованность в принципе, но старые группы вызывают у меня намного больше эмоций на данный момент, нежели чем какие-то новички. То есть сейчас у меня такое, что я могу послушать какую-то новую группу, буквально там через день о ней забыть, но вот такие группы, как Black Sabbath, ну их просто невозможно, невозможно не впечатлиться и невозможно взять просто и так быстро забыть. Не знаю, у меня огромное количество впечатлений, эмоций, здесь не было какого-то шоу, да, здесь Ози не отгрызал голову летучей мыши, но при этом ты чувствуешь вот эту вот взрослую уже устоявшуюся энергетику, которая у него сейчас, эта уверенность. Во мне возрождающаяся новая любовь, конечно, немножко поздно, да, потому что уже ребятки не делают музыку, но ничего страшного, никогда не поздно начать слушать классные песни, классные группы. И напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, какие еще старые группы у вас там любимые, какие, может быть, мне еще послушать, посмотреть лайвы, сделать реакцию. Давайте будем вспоминать, какие же раньше были классные ребята, вот, но и не забывать про новеньких, им тоже нужна наша поддержка. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, и пока!